все нормально справка пришла что у меня отрицательный тест и меня зарегистрировали на рейс лететь 12 часов ноги опять стали опухать потому что много видимо где сидела там в залах сейчас буду расслабляться это шикарно опять сижу одна как классно дочи приходят и половина мест свободных каждому дали по одному свободному кто порабите те вдвоем садик очень классно вообще ничего себе в меню созданного шеф-поваром паркадия новикова не классно другое совсем как в прошлый раз было опять я позирала в какой я когда из екатерины вилга москву летела я даже не ела потому что это невозможно столько есть вот он шеф-повар который готовит для бизнес-класса а и Все, я прилетела в Лос-Анджелес и сказали, что новые правила, какие-то 10 дней нужно на карантине сидеть. И проверяли у всех из выхода из самолета справки на ковид, паспорта, грин-карты, у кого что. Я вообще обалдела. Вот не знаю, сейчас надо какую-то форму заполнять и 10 дней якобы на карантине. Благополучно прошла паспортный контроль, там висит такая табличка с QR-кодом, вот он. И почему-то никто не заполняет эти анкеты. Видите, нас первым выпустили в бизнес-класс, поэтому я не знаю, как остальные люди, я пошла за мужчинами, которые прошли быстро тамозин, потому что еще никого нет. Вот видите, никто ее не заполняет, но сказали в аэрофлоте, что будет штраф. Но не знаю, проверим. И не спросили на этом тоже, на контроле про этот заполнение анкеты. Так, ну все, я прошла все регистрации, слава богу, и все-таки я решила заполнить эту анкету, потому что столько стендов стоит, и, может быть, незаметно, когда люди там сканируют этот код и заполняют. Вот, поэтому уж лучше соблюдать все, чтобы потом не иметь неприятностей. Все, сижу на выход в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса. Все, вернулась домой. Вчера поздно вечером уже, ночью даже. Ой, дома так хорошо, чисто, погода шикарная. Смотрите, как американский муж встречает жену. Вот они, американские мужчины, с таким цветком обалденным. Сегодня, конечно, еще не буду заниматься я никаким спортом. А завтра начну ходить. Ой, сегодня бы прийти в себя, такой перелет, конечно, сложный. И сегодня подумала, это же кошмар. Вот так вот лететь, ножки скрючить, 12 часов сидеть. Слушайте, это очень тяжело, конечно. На такие расстояния, это все люди должны лежать в постельке. Тогда проходит полет незаметно. А так это ужасно, это мучение. Все, навожу порядок. Бросила вещи в стирку. Сейчас все постираю, уберу. Кроссовки постираю. Смотрите, что я перевезла через границу. Вот эту вилку. Я все время раньше к маме приходила. Мне так она нравилась. Она очень легкая. И форма мне у нее нравится. Не знаю, я кушаю, мне балдею просто. Не знаю другого слова. Вот такое слово. Балдею. А здесь у нас дома вот такие вилки. Вот такие. Они неподъемные. Вообще не люблю тяжелые вилки. И я ее в салфеточку замотала. В косметичку положила. И провезла. Никто у меня не забрал. Ни на ручной кладе, ни в багаж я сдавала. Представляете? Можно же, значит, провозить и какое-то холодное оружие. Вот так-то вот столько границ она у меня проехала. Я в шоке, конечно. Еще привезла посуду от бабушки. Моей. Которая у нее вам. Покажу вам. Такую ложечку я купила домой. Новую. Тут тарелочка у нас стояла такая белая. Когда с кофе помешаешь ложечкой, то кладешь. И тут, знаете, такие некрасивые. Ну, вот такие коричневые на белом. А здесь не видно. Всегда чистенькая. Потому что цветная и незаметная. Вот. Что я привезла с родины. Захотела гречневой кашки. Варю с утра. Сейчас сажусь опять на питание нормальное. Побольше отварила. Потом можно будет делать блины. По утрам с яйцом там как-то смешивать. У меня есть рецепт. Очень вкусно и удобно. Вот это вот отварю. Положу в холодильник. Буду доставать там по сколько грамм. Смешивать и кушать. Еще сюда положила вот такие сухие грибы. Сейчас что-то полезло здесь в шкаф. Смотрю, грибы стоят. Сейчас я год назад покупала вот такие сухие. Положила нормально, разварились. Грибы вот такие. Вот такие, видите? Сухие. Сюда поставила и забыла. Сейчас не обнаружила. Муж меня не встретил. Я приехала домой в час ночи. И приехала на Uber. Uber всего 80 долларов. И я билет брала обратно. Очень большое расстояние у меня было между самолетами. И он сказал, чтобы я брала до 7 часов вечера прилететь. Я могла, но я побоялась. Потому что там таможня всякие, знаете, неприятности. Не дай бог опоздать. И взяла билет. 6 часов еще сидела в аэропорту Лос-Анджелеса. Я, конечно, могла 100 раз прилететь до 9 часов вечера. Но он сказал, что будет спать. Я говорю, хорошо, я тогда доеду на автобусе. Там Uber еще. Но сейчас от Сан-Франциского аэропорта автобус ходит только до Новата. И там нужно Uber еще заказывать. И это получается где-то 70 долларов. И получается, что какой смысл вообще трепать мужа? Ехать там на автобусе плюс Uber 70 долларов. И получается, что Uber за 80 долларов такой отличный вариант. И сейчас сделали отдельную площадку в аэропорту на пятом этаже. Именно для Uber. Я туда поднялась, заказала. Через 5 минут приехала машина. Водитель был китаец, который по-английски вообще не говорит. И я так прекрасно доехала. С ним молча. Ничего он у меня не спрашивал. Я 3 раза уснула. 3 раза проснулась в машине, пока ехали. И домой уже в час ночи приехала. Муж уже, конечно же, спал. И я ехала всю дорогу. Опять благодарила цивилизацию, в которой мы живем. Это потрясающее время. Все так легко делается. Не надо людей дергать. Не надо какие-то там деньги переплачивать бешеные. Потому что таксисты, которые стоят в аэропорту, предлагают тебя довезти. У них там цены по 150 долларов. И этот Uber такая цена небольшая. Ведь мне ехать от Сан-Франциско аэропорта до дома целый час. И представляете, всего 80 долларов. И он не сидел и не гундел мне всю дорогу, что как ему невыгодно ехать. Что если бы я не вышла заранее, и он бы отменил тогда эту поездку. Господи, это так прекрасно, когда таксисты молчат. И я знаю, что дают даже чаевые этим таксистам. И пишут, что спасибо, что молчал всю дорогу.